шалом в предыдущей программе мы остановились на вопросе об иных языках точнее вопросов было два первый зачем они нужны какой в них вообще смысл то есть почему бог подвергает говорящего на них такому странному действию что человек открывает рот и дальше произносит звуки которые имеют смысл для кого угодно только не для него самого а ведь есть хорошо известный феномен пророчества то есть вдохновенные речи которые понятны не только аудитории но и самому говорящему зачем такие крайности зачем какой в них смысл и второй вопрос в этом ли состоит опыт сегодняшних пятидесятников и харизматов которые утверждают что говорят на иных языках так как это делали верующие в апостольские времена или же их языки несколько отличаются от тех о которых мы читаем по крайней мере в книге деяний апостолов начнем с первого вопроса само писание ответа на него не дает в деяниях апостолов лишь констатируются факты об этом но не более того например в городе иерусалиме в день праздника живот в том году когда мессия ишуа умер и воскрес из мертвых примерно 120 человек в основном жителей галилеи внезапно услышали сильный шум как бы от ураганного ветра и заговорили на неведомом неведомых простите им самим языках но языках вполне понятных тем кто их слушал энное количество лет спустя то же самое почти произошло в другом месте среди римлян в доме военачальника римского по имени корнилий в обоих случаях феномен этот сопутствовал погружению в святой дух а вот зачем почему да почем об этом автор деяния лука не говорит нам ни слова мол понимаете как хотите поэтому то что я скажу это конечно не торос синая то есть это лишь догадки возможно вы спросите а зачем вообще думать и гадать об этом дескать открытое нам а сокрытое господом господь библии этот феномен нам не объясняет ну значит и не надо нам его понимать так что смирись уйми свой любопытствующий мозг пусть его чешется сколько ему влезет почешется и перестань я согласен не все можно понять во всяком случае сейчас то есть конечно в жизни есть много вещей которых мы поймем только в мире грядущем а то и вообще никогда не поймем но как отличить то что доступно нашему пониманию а от того что ему недоступна пока или вообще ведь все-таки это сам господь бог сотворил нас людьми с стремящимися понять осмыслить то что происходит с нами то что происходит вокруг нас так что в принципе стремиться понять вещи это совершенно нормальный более того если мы не сможем понять и объяснить себе и другим наш собственный духовный опыт то это сделает обязательно за нас другие люди и не факт что сделают хорошо и правильно кстати речь на иных языках вот как раз тот самый случай и как только не называют ее называют и экстатической и психопатологической и просто бессвязной болтовней потому что желающих дискредитировать непонятная всегда очередь длиннющая и поэтому не попытавшись хотя бы этот феномен хоть как-то объяснить записывать его в недоступные пониманию по-моему не стоит мне известно три объяснения первое содержится в виде намека в тексте книги деяния апостолов четвертом стихе 2 главы где описывается самый первый случай все они наполнились руха коды что святым духом и начали говорить на разных языках как давал им дух эта фраза очень интересна тем что в ней мы видим сотрудничество людей со святым духом с духом божьим говорить начали кто люди но давал им то что нужно сказать было дух то есть он давал им слова на языках которых они не знали есть что похожее но не идентичные мы видим евангелие от марта там еще предупреждает своих учеников что их будут предавать в судилище в греческом написано предавать передавать в синедрионы и бить в синагогах за веру в него и в этой связи он заповедует им когда вас поведут на суд не заботьтесь о том что вам говорить что будет дано вам в тот час то и говорите говорить будете не вы а дух святой синдаль на переводе в этом месте добавлены слова и не обдумывайте то есть не только не заботьтесь но еще и не обдумывайте заранее что вам сказать человек вообще свойственно заранее обдумывать свою речь особенно в такой серьезной ситуации как судебное разбирательство которое тем более может плохо кончиться это совершенно нормально и правильно опять-таки разум нам дал создатель не дьявол однако в этой конкретной ситуации еще велит своим а ученикам сознательно отказаться от естественной линии поведения и просто положиться на бога который духом святым даст правильные слова в нужный момент иначе говоря когда нам придется свидетельствовать о нашей вере перед судами и властями мы должны будем делать это именно верой то есть полагаясь на бога однако еще говорит о свидетельстве в синагогах и синедрионах так что имеется в виду очевидная речь на своем родном языке обращался в конце концов к еврейской аудитории это речь на родном языке хотя и не подготовленное заранее а в деяниях мы видим как верующие говорят на иностранных языках и не перед сидни синедрионом а перед толпой паломников из разных стран пришедших в юру салим на праздник живот ситуации настолько несколько разные простите несколько разные ситуации но однако есть между ними что-то общее то что в обоих ситуациях говорящим нужна вера то есть реальное и практическое доверие богу дающему им нужные слова говорение на иных языках это таким образом вера в действии когда человек доверяет богу свой язык и произносит то что бог хочет сказать его устами это первое из известных мне объяснений этого феномена феномена говорения на иных языках второе если в вавилоне говорят богословы бог наказал людей за их гордость смешав язык так чтобы они не понимали друг друга то в иерусалиме благодаря миссии шо мы верующие в него можем снова объединиться на сей раз уже не ради собственного величия как это было в вавилоне а ради величия бога о делах которого мы говорим друг другу и нас при этом понимают наконец третье объяснение связано с одним нюансом дело в том что в новом завете есть два типа иных языков первый это те которые описаны во второй главе книги деяний апостолов то есть иностранные языки в десятой главе во время сошествия святого духа на корниле и других неевреев это по всей видимости были тоже иностранные языки которые говорившие предварительно не изучали я говорю по всей видимости потому что текст деяний этого явно не утверждает однако написано что еврейские очевидцы а это происшествие то есть кефа и его компания из иерусалима они полностью идентифицировали это переживание этот духовный опыт с их собственным духовным опытом в иерусалиме второй тип это языки которых которых о которых говорит шауль в своем первом послании каримской общине послание было написано с шаулем с целью а исправить некоторые вещи в жизни общины в том числе беспорядочное использование дара иных языков и судя потому что он пишет у некоторых членов общины был дар языков однако их речь никто не понимал почему причин было две во первых сам по себе язык второго типа присутствующим непонятен в принципе это или язык ангелов и о том что человек может по вдохновению духа говорит на языке ангелов нам пишет шауль в 13 главе говорит я могу говорить человеческими языками и даже ангельскими то есть это был или ангельский язык или же это был человеческий иностранный язык неизвестный никому из членов общины и понять сказанное на этом языке можно только сверхъестественным путем а то есть если человек какой-то обладает даром истолкования такого языка это первая причина почему речь тех кто говорил на иных языках была непонятна другим членам каримской общины во вторых на собраниях общины был по-видимому избыток желающих поговорить вслух на этих языках однако истолковывающих или не было или им просто не давали истолковать поэтому шауль пишет вообще на такие наставления тот кто говорит на языках должен молиться о даре их истолкование то есть просить бога чтобы он дал этот дар или тому же человеку который уже говорит на иных языках или кому-то другому в общине и таким образом высказывание на языках стали бы понятными другим людям он также пишет если есть говорящие на языках пусть говорят два человека от силы три причем по очереди а один пусть истолковывает иначе говоря двух-трех высказываний на ином языке вполне достаточно на одном собрании общины да и то при условии что это делается по порядку по очереди и эти высказывания также истолковываются они остаются просто сотрясениями воздуха но что делать если истолковать или нет а вот тут как раз начинается самое интересное а если никого нет кто мог бы истолковать то пусть говорящий на языках в собрании молчит а говорит только для себя и для бога в собрании молчит это понятно потому что без истолкователя его речь никому ничего не значит но что значит говорит только для себя и для бога четвертом стихе той же самой главы шауль пишет тот кто говорит на языках созидает себя созидает по-гречески ойкодомео это слово звучит и она означает строить воздвигать сооружать созидать буквальном смысле она используется когда речь идет о строительстве города или дома а в данном случае конечно она используется в переносном значении то есть наставлять назидать но секундочку какое же тут назидание можем мы с вами спросить если я не понимаю слов которые я говорю ответ на этот вопрос в стихе 14 когда я молюсь на незнакомом языке то хотя дух мой и молится ум мой остается без плода хотя ум остается как шауль выражается без плода то есть без назидания дух этого назидания не лишён молитва на иных языках созидает дух молящегося это третье объяснение того какой смысл в говорении на непонятном языке но а это говорение имеет смысл лишь в том случае если мы признаем что человеческое существо человек имеет не только разум эмоции и волю но еще и такую интересную штуку как дух отличный от разума что-то отличающиеся от разума потому что только при таком взгляде на устройство человека можно понять правильно шауля который стихом ниже говорит стану молиться духом стану молиться и умом буду петь духом буду петь и умом он говорит о двух разных типах молитвы и словословия первый исходит непосредственно из духа минуя разум и созидает дух молящегося второй задействует также и разум и поэтому слышащие эту молитву или хвалу богу могут понять ее и соответственно получить благословение от понимания услышанного последний на сегодня вопрос до сих пор мы говорили о духовном опыте описанным в новом завете а что насчет сегодняшних пятидесятников и харизматов соответствует ли их опыт писанию и если да то в какой степени за все одессу конечно говорить очень трудно поэтому скажу только то что имел возможность наблюдать сам во первых мне не встречался ни один человек говорящий на иностранном языке как это было в книге деяний апостолов все без исключения харизматы которых я знал или знаю лично имели или имеют так называемый молитвенный язык который мы говорили сейчас то есть язык второго типа непонятный ни им не слышащим а их но укрепляющий дух самого молящегося во вторых я очень редко видел действие дара истолкования иных языков однако видел множество примеров к сожалению видел множество примеров той порочной практике которую шауль пытается искоренить в коринфе когда дар языков не иностранных а нуждающихся в истолковании а используется на публичных собраниях открытых для неверующих в отсутствие истолковывающего со стороны это выглядит конечно странный может оттолкнуть неверующих людей потому что как и пишет сам шауль такую общину можно легко принять за сборище бесноватых и практика это порочно не только тем что производит на разумных людей отталкивающие впечатления но и тем что приучает участвующих в ней верующих без ответственности в каком-то смысле в каком дескать плевал я на мнение этих неверующих что с них возьмешь ну да ладно бог им все свое время откроет если захочет конечно такое отношение к людям не имеет с верой в бога ничего общего однако это не самая серьезная проблема которая встречается в харизматической среде а более серьезных проблемах мы поговорим в следующей программе спасибо шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv